Представьте, что вам 15 лет и вам надоело играть в видеоигры. Вместо этого, чтобы скоротать время, вы решили уделить внимание своему старому хобби – поиску затерянных городов Майя. Вы слышали, что некоторые древние цивилизации строили города на основе созвездий и решили проверить, так ли это было с Майя. Вы находите книгу со всеми созвездиями, которые, по мнению цивилизации Майя, существовали. Вы открываете старый добрый Google Maps и наносите на карту все древние города Майя, обнаруженные на сегодняшний день. Вы замечаете, что эта информация действительно совпадает. И действительно, самые крупные древние города Майя соответствуют самым ярким и большим звездам майянских созвездий. Очень интересно. Вы успеваете нанести на карту более 100 древних городов, как вдруг замечаете нечто странное. На полуострове Юкатан в Мексике есть район, где археологи раскопали два города Майя, но на карте созвездий там три звезды. Может ли это означать, что поблизости находится потерянный город, ожидающий своего открытия? Эта история напоминает сюжет фильма, но на самом деле это чистая правда. Такой случай произошел с канадским подростком по имени Уильям Гадуре. Этот парень известен как научный гений и даже получил награду за теорию созвездий, которую мы только что представили. Когда он заметил, что в 23-м созвездии, которое он изучал, отсутствует третий город, он начал рыться в интернете в поисках спутниковых снимков, которые могли бы помочь ему разгадать эту тайну. Он изучил снимки НАСА, ДжАКСа, японского спутникового агентства, и Google Earth. Их было недостаточно, чтобы ответить на его вопросы, поэтому он обратился к своему другу из канадского космического агентства. Друг предоставил ему самые современные спутниковые снимки, которые дали все нужные ответы. Согласно снимкам, на границе Мексики и Белиза есть большая область квадратной формы, которая выглядит как остатки города. Уильям передал снимки эксперту по дистанционному зондированию доктору Арманду Лароку из университета Нью-Брансуика. Они вместе изучили снимки и пришли к выводу, что в этом районе могли находиться 30 зданий и даже большая пирамида. Научное и археологическое сообщество сошло с ума от открытия 15-летнего подростка. Могло ли это быть правдой? Немного предыстории. Потерянные города Майя начали раскапывать в середине 20 века. С тех пор были заново открыты руины таких городов, как Тикаль, Поленке и Ушмаль. Майя были одной из крупнейших доколумбовых цивилизаций, живших в Америке. Они начали селиться на этой территории в 1500-х годах до нашей эры. Эксперты считают, что в период своего расцвета цивилизация Майя состояла из более чем 40 городов с населением в миллионы человек. Вот это толпа! Их города были довольно любопытными. Цивилизация развивалась на полуострове Юкатан в Мексике, в Гватемале и Белизе. Майя жили в основном за счет сельского хозяйства, поэтому в большинстве своих городов они создали сложную ирригационную систему. Они строили церемониальные здания, пирамиды, площади и даже площадки для игры в мяч. Майя были искусными строителями, но они также разработали продвинутую астрономическую систему. С помощью древних технологий, которыми они обладали, они могли предсказывать точное расположение Венеры и Марса, а также точные даты затмений. Вот почему методика, которую Уильям использовал для поиска давно потерянного города Майя, была странной, но вполне логичной. Майя были заядлыми астрономами, поэтому неудивительно, что они строили свои главные архитектурные сооружения в привязке к небу. И они были не первыми, кто так поступал. Известное направление египтологии, например, изучает, как пирамиды Гизы были построены в идеальном соответствии с созвездием Ориона. Каждая пирамида была построена так, чтобы совпасть с одной из главных звезд пояса Ориона. По словам Уильяма, идея посмотреть на созвездие Майя посетила его так, как он не мог понять, почему Майя строили свои города именно в этих местах. Большинство крупных городов, таких как Чечен-Ица и Ушмаль, не находятся рядом с реками или значительными водоемами. Вместо этого они построены на окраинных землях и на вершинах гор, что привело 15-летнего подростка в замешательство. Следующей его мыслью было, что это может иметь какое-то отношение к астрономии. Уильям назвал открытый им новый город «Огненная пасть» и даже получил награду за свои труды. Однако его теория вызвала споры в археологическом сообществе, и многие эксперты по Майя старались развенчать выводы Уильяма. Некоторые археологи говорят, что теории созвездий слишком ненаучны. Энтони Овени, известный антрополог и астроном, назвал методику Уильяма актом творческого воображения. Он объяснил, что мы точно не знаем, какими на самом деле были созвездия Майя, и можем лишь предполагать. Еще одно развенчание выводов Уильяма пришло от майониста Дэвида Стюарта, который заявил, что объект, замеченный на спутниковых снимках, это не что иное, как старое кукурузное поле. Его утверждение подтвердила экспедиция, которая проходила вблизи этого района в 2021 году, и не нашла там ничего интересного. Тем не менее, 15-летний мальчик почти нашел давно исчезнувший город Майя, что, на мой взгляд, довольно здорово. Методы, схожие с тем, что использовал Уильям, действительно используются для раскопок потерянных цивилизаций по всему миру. По словам космического археолога Сары Паркак, спутниковые снимки сыграли ключевую роль в обнаружении древних городов в Египте и других местах. Сама Сара проводит большую часть своего дня, изучая снимки в поисках любых признаков древних городов. Она говорит, вот что происходит. Любой объект в итоге покрывает либо растительность, либо почва, либо песок. Либо сверху появляется современное сооружение. Чтобы определить, есть ли что-то интересное под большим навесом растительности, она использует, например, инфракрасную технологию. Крупное недавнее открытие в Бразилии было сделано подобным образом. С помощью спутниковых снимков была обнаружена сеть траншей, созданных между 200 и 1200 годами нашей эры. Они указывают на поселения, в которых могло проживать около 60 тысяч человек. В данном случае спутниковые снимки действительно соответствовали тому, что было на Земле. Исследователи из университета Флориды обнаружили несколько курганов, которые сопровождались рвами и геоглифами. Археологи также нашли остатки тщательно спроектированных стен вокруг площадей, что очень похоже на строительство древних майя. Достижения в области спутниковых технологий также пролили новый свет на давно открытые древние города майя, такие как Тикаль. Расположенный в самом сердце гватемальских джунглей, Тикаль, как полагают, был столицей древней империи майя. В период своего расцвета он был сравним по значимости с такими городами, как Лондон или Нью-Йорк в современном мире. Он состоит из ряда сложных памятников, многие из которых были местами упокоения королей и вождей. Давно известно, что Тикаль был большим, но последнее открытие показывает, что он мог быть в три раза больше, чем первоначально полагали ученые. Главное открытие связано с укреплением на окраине города. Оно указывает на то, насколько далеко простирался город. И новые открытия продолжают происходить. В 2017 году исследователи обнаружили новые подсказки относительно возможных причин упадка цивилизации майя. Используя данные из города Сейбаль, расположенного примерно в 100 километрах к юго-западу от Тикаля, ученые проанализировали радиоуглеродные данные о керамике и других археологических находках, чтобы извлечь новую информацию о внезапной гибели этой великой цивилизации. Полученная информация показывает, что майя, скорее всего, сгинули в волнах социальной нестабильности и политических кризисов. Эти события привели к разрушению городских центров майя и заставили население рассеяться. Что ж, похоже, сейчас самое время поискать древние руины. Вы в деле? Продолжение следует...